Пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам, и вода по асфальту рекой. Эта детская песенка в суровом мужском исполнении – лучшая иллюстрация жизни юбиляра. Настоящий мужской характер и непосредственное отношение к самым трудным испытаниям. Он и сейчас не терпит бездействия. Движение, чтобы сон, спать, лень. Посмотрите у нее на лице, улыбка, она естественно всегда. Да, дежурный двигатель. Ножки уже плохо ходят, конечно, а так, слава богу, сердце сказали, в космос нужно. Испытание на долю Рафаила Ясова выпало с лихвой. Он прошел через всю войну пехотинцем Черноморского флота в составе легендарной 255-й морской стрелковой бригады. Оборона на Туапсинском направлении, Малая земля, освобождение Крыма. Был ранен, но снова вернулся в строй. Воевал до самой победы. Море стало его судьбой. Рафаэл Георгиевич был рожден под счастливой звездой именно в тот день, когда была создана советская морская пехота. 16 ноября сегодня. День советской морской пехоты. Морские пехотинцы одни из первых поздравили юбиляра. Впрочем, поток желающих выразить свою любовь и уважение в этот день не иссякал. Поздравления от главы города, затем совет ветеранов и местного самоуправления. Оригинальным подарком отличились земляки именинника из азербайджанского общества. Давайте временно вот это снимем и чуть-чуть почувствовать себя азербайджанцем по-настоящему. На традиционный вопрос о секрете долголетия ветеран так и не ответил. Зато своим настроением в день столетия поделился с радостью. И неприятно немного. А хорошая сторона, вот это поздравляют, собралось много. В общем, отлично. Вот в этой папке собрана уникальная история 100-летней жизни Ясова Рафаэла Георгиевича. Начинается она с фотографии его родителей. Они датированы началом 20 века, а заканчиваются днем победы 9 мая 2015 года. Хочется верить, что это далеко не последняя фотография ветерана. Яна Чупахина, Максим Лепин. Новости НТР.